Итак, дорогие друзья, доброе утро, с добрым утром и шалом. Все, мы продолжаем изучать великую мудрость Тириаш Ломо. Я, правда, сегодня узнал одну вещь интересную, которая чуть-чуть поменяет мой личный ракурс во время изучения, поменяет ракурс на все изучаемое. Интересно, что за последние буквально 50 лет, в которых мы живем, мир кардинально изменился. Вот кардинальнейшим образом. То есть это удивительно, я узнал прямо вот сегодня утром, я это узнал. И в чем он изменился. Раньше, да, всем привет, Яков Шатанин. Раньше люди на протяжении всех тысячелетий истории умирали, ну там 90% причин смерти, если там не 99. Это было войны, голод и что еще? Болезни, эпидемии. В наше время, в наше время, вот последние буквально 50 лет, знаете, от чего большая часть смертности идет? От ожирения, от старости, от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть уже все то, чего мир боялся на протяжении тысячелетий, и особенно все то, чего мир боялся во времена Шлома Амеллаха, все это исчезло. То есть сейчас вот эти вот совершенно как бы изменился, ну изменилась внутренняя сущность жизни человека и его отношения к миру. То есть страх остался, но он уже не такой обоснованный. То есть это остался чисто генетический страх. И он не срабатывает, что интересно, на вот такие простые вещи, как ожирение, как неправильное питание. И получается, что если все война с терроризмом, война с терроризмом там, от террористов в год в мире, во всем мире, дивнет 10 тысяч человек от террористов, максимум. От ожирения в мире дивнет в год 100 миллионов человек. Разница 100 миллионов и 10 тысяч. И почему-то никто не выходит на демонстрации против Кока-Колы, против Макдональдса, против Пицца-Хат. Давайте сейчас сделаем демонстрацию против пиццы. Пицца одна из самых вредных вообще вещей, которые только есть в мире. От пиццы умерло больше людей, чем от идил. То есть те, кто производит Пицца-Домино, вот это вот, это враг человечества, а не Эль-Каида. Эль-Каида, она, ну там, конечно, тоже враг, но Пицца-Домино это просто вообще убийцы. Реальные убийцы. Или там Филипп Моррис, сигаретная компания, представляете? Но это все такое мягкое, все через удовольствие. Удивительно, да? Хорошо, но мы продолжаем изучать Тору. И Тора нам рассказывает структуру мира, просто немного вот надо понять вот этот вот ракурс, насколько люди раньше больше боялись умереть от войны, от убийства, от голода, от болезни, от, ну, тех вещей, которые вообще не под контролем человека. А сейчас, в принципе, основные причины смерти, они под контролем каждого из нас. Это не здоровый образ жизни, все. И если человек занимается здоровым образом жизни, при современном подходе, и при, то есть, быть верующим, то есть, чтобы Бог тебя не сократил те дни за что-то там конкретно, и при этом быть верующим нормальным человеком, можно жить там 120 лет, ну там 100 лет, сейчас уже, ну, средний возраст уже приближается к 90 во всех развитых странах. А раньше был 40, представьте. Хорошо. Мы находимся в четвертом отрывке. Четвертый отрывок, одиннадцатой главы. И здесь вот как раз, вот, как раз о этом четвертом отрывке я и задумался, и начал искать вот эту информацию, и нашел то, что я вам сейчас рассказал. В четвертом отрывке написано так. Ло-ю-иль он б-йом-авра. Не поможет человеку он имущество, да, его накопленное имущество, б-йом-авра. Что такое йом-авра? Йом-авра это, значит, значит, авра это какие-то стихиные бедствия, девер, херев, война, стихиные бедствия. То есть это, когда пошел ангел-уничтожитель крушить мир. И в этот момент имущество, которое человек накопил себе, то есть во времена мира, оно ему помогает. Мы учились, что терят ос, ошек терят ос, слебалав. Ну, то есть это как крепость, да, когда в мирное время, чем больше у человека денег, тем ему лучше. Чем больше у него, когда все стабильно, спокойно. Полиция, там, милиция, законы, какая-нибудь Европа, там, Швейцария. И вот человек, честно, заработал деньги, построил себе дворец, все ходят им восхищаются. Вот молодец какой, налоги уплатил, уплатил. Все, и он защищен, у него там медицина, страховки, все. Но если раньше начиналась, например, эпидемия, начиналась война и так далее, то первым делом резали богатых. Первым делом резали богатых, то есть если уже эпидемия, чума, так уже пошли, ограбим хотя бы напоследок дворец какого-нибудь там этого Толстосума и сождем, значит, его дом уже. Если умирает, так с музыкой, да. Если война, так первым делом грабят кого, понятно дело, богатым. Поэтому нам сообщают в четвертом отрывке, что не поможет в день, когда идет расплата на мир, стихи на бедствие. Имущество в этот момент не поможет. Только помешает, человек его и оставить не может и так далее. Теперь, уцдака, татсиль мемавит. Отцдака, даже в это время, датсдака, милосердие, добрые дела, она спасает от смерти. То есть если уже кого-то и спасут чудом, так именно того, кто делает датсдаку, милосердие. То есть она и во время мира помогает, датсдака, она спасает от случайной смерти. И датсдака помогает также во время, когда стихи на бедствие, она спасает от стихи на бедствие тоже. милосердие, кого-то спасли, закрыли и так далее теперь здесь есть еще один нюанс в этом не поможет имущество, а, хотел я рассказать коротенькую историю, я слышал по радио в Израиле, когда был день катастрофы, рассказывал один раввин что, как он спасся как он спасся единственной своей семьи значит, получилось так он учился в Ешиве, в Литве, в Лите ну, где-то вот в тех краях в Привалтике, и когда когда там началась война, то было две недели, всего две недели, когда выдавали визы, можно было через Шанхай уехать а он учился в такой Ешиве, где учились гениальные такие мудрецы Торы, молодые и было принято, чтобы за этих гениальных мудрецов Торы богатые религиозные игреи считалось, что самое правильное выдать свою дочку замуж за именно вот такого, и они давали им там огромные предданы, чтобы он всю жизнь брали на себя его пожизненное обеспечение лишь бы они сидели, учили Тору ну, и продолжали служить Богу в чистом таком виде, академике и он говорит, что мой отец он учился в этой Ешиве, был один из самых гениальных, и он у Рожь Ешивы была дочка и у Рожь Ешивы глава Ешивы у него не было денег, и он не мог за ней дать никакое преданное но он решил, что ему не нужны никакие преданные, ему не нужны там пожизненное обеспечение он, значит, хотел жениться на дочке Рожь Ешивы, то есть он тоже, как и те, которые отдавали своих дочерей за богатых ой, за гениальных ученых, да он считал, что знание Торы это самая большая ценность в мире а так как дочка Рожь Ешивы была праведная и Рожь Ешива это был его учитель и так далее он говорит, давайте я на ней женюсь без всякого преданного женился он на ней дали им одну комнатку маленькую в Ешиве и они живут, значит, в одной комнате вдвоем, потом у них родился ребенок, как раз это кто рассказывал это и был этот ребенок и они стали жить, поставили перегородочку жили они в маленьких таких, вот этот ребеночек маленький, и они, значит, одна кровать там помещалась и табуретка даже стульев у них не было и вот, значит, он говорит потом началась война и было всего две недели на то, чтобы спастись и все те, у кого были дома фабрики и так далее их это имущество заставило остаться а пронесет, до немца культурные до немца ничего не будет литовцы наши соседи они тоже хорошие, добрые в общем, пока немцы зашли в течение двух недель 200 тысяч евреев уничтожили Литвы вообще всех женщин, детей, стариков и уничтожили в основном это были литовцы потому что немцев туда зашло всего ничего а вот этот вот вот этот вот раввин с маленьким ребенком и с женой, и с дочкой успел уехать в Шанхай потом после войны в Израиль и вот как раз по радио рассказывал в память день катастрофы его сына как его семья спаслась и получается, что есть тоже в Мишле мы или учили, или дальше будет что есть а нет, это было в Экклезиасте в Каэлите что есть имущество которое есть богатство которое хранимо владельцам для своего зла то есть есть человек он работает, работает наживает какие-то деньги и потом его за эти деньги или убивают или грабят или еще что-то и получается, что то, что он собирал и копил оно ему повредило наоборот это вот дополнение к этому четвертому отрывку одиннадцатой главы то есть не поможет прям конкретно говорит царь Соломон от имени бога имущество не поможет когда идет эпидемия несчастья война отздака спасает от смерти дальше пятый отрывок ситкат тамим теошер дарко праведность милосердие дздака это милосердие но с другой стороны дздака это слово справедливость то есть милосердие это есть настоящая справедливость почему это казалось бы это противоречие милосердие это и есть справедливость это очень понятно человек которому бог дал что-то он думает что это не бог ему дал он думает что это я такой я заработал я создал и так далее он не понимает что это все он устанавливает справедливость как говорится в Мишне в Пертиавод тен ло мишело дай богу из его потому что и ты и все что у тебя есть это его и когда человек это не осознает то ему жалко помочь кому-то а когда он осознает что все ему дал бог то помогая кому-то он просто устанавливает справедливость то есть милосердие к другому равно справедливость ты уравниваешь ситуацию тебе бог помог ты помогаешь понятно да хорошо теперь двигаемся дальше здесь написано циткат тамим теошер дарко милосердие вот этот тамим тамим это человек который простой милосердие простых выпрямит их путь убыры шато и поля раша и в злодействие упадет злодей значит здесь еще раз нам шлома мылах напоминает царь салмо напоминает нам о автоматизме человек 99% своих действий делает на автомате не думает вот я сейчас рассказываю руки шевелятся голова шевелятся слова выходят а я же не думаю как это делать чисто на автоматизме так вот есть простой человек и он делает начинает делать цдака милосердие как говорит рамбам лучше дать тысячу раз по одной копейке чем один раз тысячу копеек в цдаку да потому что когда ты даешь тысячу там копеек одним махом то ты сделал всего одно действие а когда ты тысячу раз дал по копеечке то ты сделал тысячу действий и это тебя приучает то есть каждое действие это заповедь каждое действие это заповедь и вот когда простой человек он делает много дел связанных с милосердием заповедью тут доброе слово там доброе слово здесь спасибо там здрасте говорят что Елель не Елель а Раббан Йоханнен бен Закай он ни один человек не успевал ему первое сказать здрасте и Раббитска к Зильберзе хранат садих левороха был такой же он со всеми людьми независимо от их положения ребенок не ребенок взрослый старый здрасте садитесь пожалуйста то 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 есть даже это просто вежливость и благодарность это уже как раз вот это действие милосердия и вот простой человек который он делает много этих действий то вот это милосердие оно становится его природой и оно выпрямляет его путь то есть он уже на автоматически он не сделает ничего плохого теперь а Берешато и Поль Раша но в своем злодействии упадет злодей злодей который он делает злодейство делает, 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 делает делает злодейство даже он расслабился он все равно сделает злодейство это как есть анекдот когда физрук ну учитель физкультуры он пришел на дискотеку и он пришел на дискотеку и начал танцевать но получались у него только отжимания и приседания хотел потанцевать а все равно начал отжиматься и приседать да, понятная идея то есть здесь это сказано что милосердие простого человека выпрямит его путь и он станет как раз все будет делать на автомате правильно и злодейство злодея оно его споткнет даже когда он расслабится и не будет хотеть делать злодейство все равно он что-нибудь сделает как Шура Балаганов в 12 стульях когда в золотом теленке когда ему Бендер уже привез в конце деньги и говорит вот тебе 50 тысяч рублей и он сел в трамвай и украл рубль его посадили в тюрьму отвели в милицию то есть он не мог уже не украсть то есть у него это было на автомате вот это самый яркий пример у него лежит в кармане 50 тысяч рублей он крадет рубль и его садят в тюрьму вот как раз эта иллюстрация на 5 отрывок и 6 отрывок 6 отрывок циткат и шарим татилам убеавот богдим и лакеду здесь идет усиление та же идет мысль только она еще усиливается как она усиливается мы знаем что есть простые люди а есть прямые люди прямые люди вот здесь как раз говорится говорится здесь что вот это вот праведность ну праведные действия милосердные действия что называется цдака если ее делает простой человек то он к ним привыкает и оно начинает выпрямляет его пути а есть прямой который и так он делает только правильные вещи есть люди такие от природы они добрые хорошие честные такие порядочные ну вот есть такие люди их ну их мало может быть но они есть вот я нескольких таких встречал которые прям от природы честные. Вот у меня теща такая, да? У меня теща, ну реально, то есть человек, который настолько, ну вот она настолько боится сделать какую-то неправильную вещь, согрешит там и так далее. То есть у нее нет понятия, она не религиозная, там грех, не грех. Но она конкретно прямая, такая, ну очень хорошая женщина. И вот, значит, но когда бывает, что человек прямой, его природа добрая и правильная, но он не делает вот этих вот милосердных вещей. То есть он живет в искаженной системе мира, да? То есть он прямой, он сам зла не делает, но он считает, что правильно делает всем замечания. Вот та же моя теща, например, да? То есть она сама справедливая, и ей кажется, что ее, вот как она считает, вот эта вот мера справедливости, это и есть справедливость. И она прямо давай, всем она прям высказывает правду матку, да? Свою правду, которую она считает правдой. И вот, значит, значит, и бывает иногда, что это кого-то может обидеть, кого-то может вызвать конфликт, скандал и так далее. Но если вот этот вот прямой человек, он делает то, что называется поторе милосердия, то есть делает правильные вещи, то это его спасает. То есть у него тоже появляется на счету, на депозите, то есть вот эти вот заповеди появляются, да, милосердие. И в момент, когда если приходит, тут же все отрывки связаны, когда приходит война, когда приходит эпидемия, когда приходит волна на мир, которая вот, ну, уничтожает там часть мира, то его вот этого вот человека прямого, его вот эти вот праведные дела спасут от каких-то несчастья. Понятно, да? Теперь, а что будет Богдим? Богдим это наоборот. Богдим это изменить. Есть люди, которые врут просто так. То есть они просто, вот он не может не соврать. Вот он прямо такой, если я шар прямой, он все время прямой, то этот не может быть прямым в принципе. Вот он просто, есть такие люди, которые врут просто так. Вот он прямо не может не врать. Вот как бы просто вот в разговоре он джих, и обязательно он соврет. Так теперь, что будет, и лак и ду, они этим поймаются. То есть их даже, вот у меня я, у меня есть принцип, я с такими людьми не могу работать. То есть если я его ловлю на простой лжи, бесполезно. Он меня не обманул. Он не ничего. Он просто преувеличил там. Он рассказал про кого-то что-то, что я знаю, не соответствует действительности. И так далее. Все. Я уже ему не верю. То есть это человек, который живет в придуманном мире. Он его искажает осознанно и очень легко. То есть с таким человеком невозможно. Он по-любому, он слишком, как это называется, неволантильный, ну в общем, он не прямой, короче. Он не прямой, не простой и не праведный. Да, так с ним работать, то есть по-любому он где-то, где-то он соскользнет. Поэтому, поэтому написано, что вот эти вот Бог Дим, которые измените, они будут пойманы в своем вот этом вот изменничестве. Они им же и поймаются. То есть они своими же вот этими словами и попадут в, куда? В просак, как говорится, попадут в просак. Все, ну давайте четвертый отрывок, да, сегодня мы идем с опережением. Обычно четвертый отрывок, сейчас мы выучим за сегодня. Это седьмой, седьмой в одиннадцатой главе и четвертый за сегодняшний урок. Значит, здесь написано так. Бымот Адам Раша Товет Тиква. Когда умирает человек злодей, теряется его надежда. Ветухелет Оним Авода. И, значит, и надежда скорбящих, то есть его, те, которые к нему были прицеплены, семья его, наследники, какие-то партнеры и так далее, она тоже потеряется. Что имеется в виду? Значит, смотрите, есть два типа надежды. Есть надежда, когда я надеюсь, может это будет, может не будет. А есть надежда, когда я знаю, что это будет и жду просто когда. Например, вот это вот Тохелет. Тохелет я знаю, что будет вечер. Я просто его жду. Вот я жду, надеюсь, что вот сейчас наступит вечер. То есть, он по-любому наступит. Это Тохелет, да, это называется такая надежда, которая знаю, что это будет. Я просто жду, ну, как бы быстрее бы это было. Теперь есть надежда, у меня есть какая-то цель, и я надеюсь, что я ее достигну. Я не знаю, достигну или нет, у меня нет никаких обещаний. Это надежда, но она тоже надежда. И то надежда, и то надежда. Просто тут я надеюсь на что-то надежное, а тут я надеюсь на что-то, что может да, может нет. Теперь, когда умирает у злодея, у него надежда только на что? На материальные какие-то достижения и на себя. То есть, злодей это, в терминологии Торы, злодей это человек, который не верующий, который не верит в Бога и не верит в Тору. Он злодей, значит, и только он и называется злодей, который активно идет против Бога. Все остальные не злодеи. Теперь, значит, когда умирает человек вот такой злодей, то есть, он шел против Бога, он считал, что в этом мире все от него, у него не было никакой уверенности, что у него есть там вечная жизнь, как уверен человек, который верующий в Бога и праведник. Так все его надежды, вот эти вот, которые текла, да, которая надежда, ну, то есть, как они живут, да, вот послушать разговоры людей, которые не верят в Бога. Ради чего они живут? Они живут ради каких-то материальных достижений, которые может будут, может не будут. То есть, вот летом я там там что-то достигну, заработаю каких-то денег, поеду куда-то, куплю себе то-то, куплю такую-то машину, там и так далее. То есть, все их надежды, они лежат в плоскости материальные, может да, может нет. То есть, может заработаешь, может нет, может поедешь, может не поедешь. То есть это такое дело. Так вот, когда умирает такой человек, так как он не верил в вечную жизнь, то потерялись все его надежды. Все его надежды рухнули, потому что все его надежды были привязаны только к материальному миру. Понятно? Теперь, и надежда вот этих вот, которые скорбящие вокруг него, они думали, вот он сейчас, то есть они на него надеялись. Он же был реальный человек, и они на него надеялись, а все их надежды потерялись, потому что он исчез, и все, и нету. То есть это то, что мы говорим в Тейлиме каждый день. Мы говорим, что То есть он исчез, все. Счастлив тот, кто полагается на Бога, да? И Бог будет ему помогать. Все, все понятно, как бы. Понятно, да? То есть не полагайтесь на людей, полагайтесь только на Бога. И, значит, написано, что Счастлив человек, который полагается на Бога, и будет Бог его поддерживать. Еще говорится, что это все в псалмах. Царь Давид говорил он так. Это была его, как бы, молитва, да? Что тот, кто полагается на Бога, хесед, милосердие, будет его окружать. То есть ему будет вести, его будет окружать милосердие. Еще, это уже царь Соломон в третьей главе, Миш, мы учили это в притчах, что Именно положись на Бога, именно не на Бога, а к Богу, да? То есть направь в свое сердце, положись на Бога. На свою сообразительность не полагайся. Все. То есть положись на Бога, прямо бах, и все пойдет. Все, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Первый итог такой, что Что имущество в день Не спасает в день Когда буря какая-то, да? Это мы знаем. Второе, что Что я понял? Второе Значит, что ЗДК, то есть чем больше ты делаешь Милосердных дел, вот заповеди, митсво, добро, здрасте, до свидания, спасибо Прям надо, как в школу одного, знаешь, Вовочка опоздал в школу, его спрашивают, а что ты опоздал? Он говорит, я бабушку через дорогу переводил 18 раз перевел, а что так долго учиться? Она не хотела переходить, ей не надо было Но я, значит, делал добрые дела, переводил бабушку через дорогу То есть надо конкретно много переводить бабушек через дорогу И что тогда? И, значит, все будет хорошо Все, дорогие друзья Жду ваших выводов из сегодняшнего урока Сейчас очень удобно, можно нажать ссылочку В ссылочку в описании урока И вам откроется страничка, где есть перевод Тех отрывков, которые мы сегодня изучали Можно еще на них посмотреть, подумать Послать друзьям, поделиться с друзьями Обсудить, можно прочитать То, что мы раньше учили Это мы сейчас 11 глава, а если вы предыдущий урок И найдете, то там есть ссылочка на перевод Десятой главы, девятой главы, восьмой главы Седьмой главы Мы уже выучили Сегодня 73 урок, по-моему Да, 73 урок сегодня Представляете, как мы вообще идем Все, удачи, успехов Хорошего дня Все, пока Субтитры создавал DimaTorzok